Выход к молитве. Что должен делать мусульман, который собрался выйти и совершить молитву? Лучше всего, чтобы он совершил омовение у себя дома. То есть вышел из дома готовым для молитвы. Одевает самую лучшую одежду. Идет на молитву, либо пешком, либо на каком-то транспорте едет. Лучше идти пешком. Однако если он идет пешком, то он не должен бежать ни быстро, ни легким бегом. То есть не надо лишних движений делать. И не надо выходить с закрученными рукавами. Или же кричать очень громко. Он дошел до мечети. Все, дунья свою должен, мирской, должен оставить за пределами мечети. Нельзя в мечети ни продавать, ни покупать. Не надо искать там потерянные вещи. Не надо говорить о политике. Или же о каких-то мирских вещах. Нельзя нам превращать мечети в подобие каких-то кафе. То есть для употребления пищи, разных напитков или же просто разговоров. Мы в мечетях должны поминать Всевышнего Аллаха с Панатом. То есть, допустим, кто-то играет в своем телефоне. Или же, допустим, смотришь на телефон, или же на часы, или же на муазина, чтобы тот дал икан. Или же поднимать голос в мечети. Нагомать الجвах. Или же, допустим, не выключать телефон, и тебе кто-то звонит, и твой телефон играет. Когда ты заходишь в мечеть, то ты должен правой ногой заходить и говорить то, что пришло в сунне. Когда выходишь из мечети, выходишь левой ногой, говоря то, что пришло в сунне. Ты вошел в мечеть. Какой-то человек. Если ты мужчина, то старайся в первый ряд стать. Если ты женщина, то старайся в самый последний ряд встать. Это в том случае, если нет для женщины отдельной молитвенной комнаты. Если же есть, то ты заходишь туда. Нельзя мужчине опаздывать, то есть, или вставать в последний ряд, и неправильно так делать. Если ты увидел, что имам начал совершать молитву, Тогда ты сразу же за ним говоришь, Такбирату лихрам, слава Аллаху Акбар, Начинаешь совершать молитву с имама. Если имам стоит, Ракع, Совершает поясной поклон, Садит, Делает земной поклон, Сидит, В последнем ташахуде, Тадхуль مع имама. Независимо, в каком положении он не был, ты входишь в молитву вместе с ним. Если ты застал имама в положении стоя или же в поясном поклоне, То это считается тебе ракатом. В противном же случае, Если после того, как имам закончил молитву, Ты встаешь и дочитываешь то, на что не успел. Ты заходишь в мечеть, Молитва еще не началась. Что мне надо делать? Болтать? Смотреть телефон? Нет. Я должен пойти вперед и начать молиться. Если та молитва, на которой ты пришел, У нее есть сунна, которая совершается до нее, Как молитва, допустим, сунна фаджра, То ты совершаешь эту сунну. Если же нету сунны, То ты совершаешь приветствие в мечети до того, как сядешь в мечети. Мечеть я должен быть занят чтением Курана, Поминанием Аллаха, Молитвой, И не должен делать так, как делают некоторые небесные люди. Аллах знает лучше.